В руках Андрея Кизилова неопровержимые доказательства того, что в центре Сочи, чуть ниже форта Новогинский, находилась средневековая крепость. Чудом сохранившиеся фрагменты известной кладки, досконально изучены современными учеными. Лаборатории НИИ археологии дали однозначное заключение, вот оно у меня имеется здесь, где сказано, что состав известковой кладки средневековый. По мнению некоторых ученых, титулованных, эти останки даже, скажем, как бы не поздняя античность, поскольку тип кладки менялся в разное время. Дело в том, что в более поздний период такой квадрической кладкой клали только храмы, крепостные стены не клали. А в более ранний период, в позднеримский, ранневизантийский, такой квадровой кладкой клали и крепостные стены в том числе, ну как, например, в крепости в городе Судак в Крыму. У нас ситуация такая же, так что вероятнее всего, что и датировки Судакской крепости ранней и Сочинской крепости, скорее всего, окажутся в один и тот же период, в период расцвета Византии, ее подъема на побережье. Естественно, с внедрением этой культуры к местным народам Кавказа. И это, по сути, новый рубеж в развитии истории нашего города. И у Сочи может появиться совершенно новая дата со дня образования. И мы еще даже не подозреваем, насколько Сочи древний город. Археолог показывает, насколько точно подгоняли камни друг к другу. Это и есть так называемая квадровая кладка каменной стены. И стеновые камни сохранились до наших дней. Гипотеза независимых ученых более чем интересна. Сейчас предполагают, что на месте Сочи находился один из вариантов античных городов под названием Гераклея. Гераклея было несколько, но одна из них, возможно, была здесь. Возможно. И многие сочинцы вспомнят, что старое название мыса Видной было Гераклеев мыс. История археологии всегда интересна людям. А здесь, в Сочи, вблизи морского вокзала, вообще уникальные случаи, когда одна крепость буквально стоит над другой, обе они сплетены в один узел. Здесь соединились две эпохи. Времен Кавказской войны и, возможно, античности. Докопаться до истины помогут и зарубежные архивы. Найдена часть живописных работ известных иностранных художников, которые были на Черноморском побережье и сделали цветные зарисовки фотографического качества. Но пока результаты этих исследований не придают согласки. Ирина Всецына, Борис Усин, телекомпания ФКТ.